Идею на миллион выбирают в Иванове. Конкурс «Бизнес-идея-2018» стартовал в марте. Суть его – собрать максимальное количество молодых и активных людей со свежими мыслями и оригинальными проектами и выбрать наиболее выигрышные концепции. Задумали мы этот проект где-то год назад вместе с теми людьми, которые сейчас являются наставниками, это наши большие предприниматели. Соответственно, цель у нас одна – оставить людей в городе так, чтобы они могли полностью свои ресурсы, реализовать свои идеи и жили, работали в нашем городе. Всего на конкурс поступили 139 проектов от 152 участников. Итоги первого этапа подвели в среду. Четыре наставника набрали в свои команды авторов наиболее заинтересовавших их проектов. Идеи совершенно разные в сферах строительства, легкой промышленности, экологии. Есть идеи различных образовательных центров. Но большинство – в сферах общественного питания, услуг и отдыха. Проект называется «Центр современного искусства, фабрика». Он предполагает наличие некой площадки, которая будет разделена на три локации. Одна локация – это выставочная локация, в которых я предполагаю размещать выставки художников, как ивановских, так и более крупных, всероссийски известных художников. Еще предполагается наличие двух локаций. Первая – это магазин, в котором будут продаваться, в первую очередь, книги, менее доступные ивановскому читателю, например, в обычных магазинах книжных. А вторая локация – это некое кафе, куда можно будет прийти и поговорить с интересными людьми. Этим проектом заинтересовались сразу несколько наставников. В таком случае – выбор за конкурсантом. Самую большую команду собрал Кирилл Игнатьев. В большинстве спорных ситуаций конкурсанты выбирали именно его. Наверное, связано с тем, что они знают, что предстоит образовательная программа. Я все-таки помимо того, что бизнесмен, я еще и являюсь профессиональным преподавателем в президентской академии, читаю лекции. И, наверное, ребята почувствуют, что, может быть, есть какая-то польза в дальнейшем совершенствовании их проектов, в смысле того, что у нас есть как практический опыт бизнеса, так и некие теоретические знания экономики будущего, чем я занимаюсь на преподавательском поприще. Всего во второй этап прошли 75 конкурсантов, половина от всех заявившихся. Неважно, сколько человек в командах наставников сейчас, к финалу второго этапа их останется по пять. Сейчас у участников будет возможность познакомиться со своими менторами, научиться тому, как развить свои идеи и превратить их в реально работающие проекты, приносящие доход. Хорошо, если это еще и создаст определенное количество рабочих мест, а заодно для города будет полезным. Там у меня запомнился безопасный пешеходный переход, где подсветка идет лазером, контура человека. То есть это действительно прикольно, классная идея. Потом мне еще понравилась мебель, которая трансформируется, уже оформлен патент, и, соответственно, необходимо просто запускать производство. А так много очень интересных проектов, действительно интересных и таких инновационных, и, может быть, каких-то обыкновенных, не требующих значительных инвестиций, но полезных для города и для создания рабочих мест, инфраструктуры городской, это все очень здорово. Для конкурсантов бизнес-идея – это отличная возможность программа «Максимум» воплотить идеи в жизнь. Минимум научиться вести бизнес у топовых ивановских предпринимателей. При любом раскладе проигравших не будет. Наталья Гутарина, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.